Любишь кататься, люби и санки украшать. Именно такая вариация народной поговорки подходит для конкурса «Веселые сани», который прошел в рамках развлекательной программы на мотокроссе «Бурандей-2022». Какие сани стали самыми красивыми и надежными, смотрите в следующем сюжете Катрины Тайбарей. Конкурс «Веселые сани» уже стал доброй традицией самого масштабного праздника Нинского округа Бурандей. Елена Черепинина представляет сани каждый год за исключением 2021-го. В этот раз женщина представила скатерть-самобранку. Вот у нас есть такой костюм тоже самодельный, что к этому костюму нужна скатерть-самобранка. Вот мы ее сделали и попробуем скатиться. Какой творческий конкурс обойдется без сказки? Надежда Мяндина, Ольга Хабарова и Николай Денисов в своих санях показали сказку «Гуси-лебеди». Как говорят творцы, сказка – это начало всех начал. И мамы нам рассказывали, и мы рассказывали своим детям, и уже внукам рассказываем сказки. Поэтому сказка – это зернышко, которое зарождается и показывает эмоциональное настроение человека. Сани на конкурс команда создавала все вместе, и у каждого была своя важная роль. Я вообще такие гигантские не делала сани, но там, когда вот эти закрепляли, я придерживала. Да, мы готовили сани долго в этот раз, около трех недель. Да, с 1 марта, и вот буквально закончили вчера вечером. Общими силами команда завоевала третье место на конкурсе «Веселые сани». На праздник показать своей сани прибыла жар-птица с острова Буян Татьяна Золотоева и угостила всех гостей праздника молодильными яблоками. Лучше жар-птица в руках, чем журавль в облаках. И у меня даже есть, поскольку я жар-птица с острова Буян, жар-птица, почему Иван дурак и Иван молодец, всегда хотел поймать жар-птицу, потому что у них были молодильные яблочки. Вот у меня есть молодильные яблочки, которыми я могу угостить всех желающих. Ольга Попова на конкурс представила сани, которые были изготовлены в 1994 году и ее дедом Вячеславом Поповым. Сани выполнены вручную. На конкурс в окружную столицу их привезли из деревни Макарова. Сани в единственном экземпляре, ни у кого больше таких саней нет, ни в округе, ни в России. Считаю, что это искусство, это наше семейное искусство. Каталась маленькая я, каталась моя дочь. Надеюсь, внуки будут кататься, потому что они сделаны с любовью. Нинецкий округ нельзя представить без неинских саней. Надежда Евтысая со своей внучкой Ириной Вукуевой представили детскую версию женских традиционных саней. На конкурсе женщина представляла свои сани в неинском костюме Канинской тундры. Это санки дедушка сделала для своей внучки. Первая внучка родилась у нее, она сделала. Это девочки уже 6 лет. По итогам конкурса победителем стала команда «Вдохновение» и в качестве вознаграждения получила денежный сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Второе место и 25 тысяч рублей достались Машеньке и Медведю. А третье место и приз в сумме 20 тысяч рублей забрали герои сказки «Гуси-лебеди». Катрина Тайбареева, Дислав Кноскин, Телеканал «Север».